Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы разговариваем с вами про кислоту и кислотность вине. Мы с вами разберем, что такое тетруемая кислотность, мы с вами разберем, что такое по H-факторам, мы с вами разберем, как кислота влияет на вкус свинья и для чего нам нужны и важны те или иные показатели. Темы, как работать с кислотой, особенно как ее снижать, мы с вами коснемся, но коснемся очень кратко. Итак, давайте с вами разбираться, какие бывают кислотности. Первое это тетруемая кислотность, это количество кислот в граммах на литр вина, либо сока, либо сусла. Это тот показатель, который мы часто можем прочитать в описании сорта. Следующий вид это активная кислотность, либо по H-фактор, по-другому его еще называют водородным показателем. И третий вид кислотности это летучая кислотность. Она влияет на вкус и ароматику вин, но тему летучей кислотности мы с вами оставим на следующий раз. А сегодня мы разговариваем о первых двух. Сначала мы с вами поговорим об измерении этих самых кислотностей. Напомню, первый вид тетруемая кислотность в граммах на литр часто фигурирует в описании сорта. Можем мы его померить дома? В принципе можем, но для этого нам надо купить определенный набор буферных растворов, сидеть там, все это разводить, разводить, и тогда мы можем измерить. Но вопрос, что нам это даст? А даст на самом деле нам это очень мало. Чуть позже я буду говорить о том, как мы ощущаем вкус кислот, да, и что на этот самый вкус влияет. Но гораздо важнее, чем вот эта вот тетруемая кислотность, гораздо важнее второй фактор. Водородный показатель, либо ПАЖ. Он для нас более информативен. При этом четкой связи, четкой корреляции между тетруемой кислотностью и ПАЖ фактора нет. И, например, ВИНа с одинаковой тетруемой кислотностью могут давать абсолютно разный ПАЖ. Я не буду вдаваться в химию процесса, с чем это связано, я думаю, что поверите на слово. Ну, а теперь поговорим про этот самый ПАЖ, водородный показатель. Для чего он нам нужен? Вообще, для ВИН он колеблется где-то в пределах от 2,5 до 4. Чем ПАЖ фактор ниже, тем активная кислотность выше, и такие сусла являются более стабильными. Они меньше подвержены окислению, и там меньше размножаются те или иные негативные микроорганизмы, которые могут вызвать порчу ВИНа. Какие же нормы вот этого водородного показателя? В разных источниках указывается по-разному. Но, смотрите, значит, если у нас ПАЖ ниже 3, такие ВИНа могут бродить достаточно сложно. Да, они потом выбродят, все у них будет хорошо, но могут бродить сложно. Кстати, для белых ВИН как бы хорошо, ПАЖ фактор более низкий, чем для красных. Для красных. До 3,5 вообще все хорошо. Все, что свыше от 3,5 до 4, надо быть несколько внимательным. Потому что, напомню, чем выше ПАЖ, тем сусла более подвержены различным заболеваниям. Соответственно, где-то мы колеблемся в значениях от 3 до 3,5. На самом деле, редко в наших северных условиях, когда бывает что-то выше. Но про выше, про свой пример я расскажу. Дальше. Для чего нам вообще это нужно? Ну, во-первых, да, мы знаем, защищать наше сусло не защищать. Как будут протекать те или иные процессы. Но, помню, про вкус мы говорим чуть позже. И еще. Значит, те, кто поклонники конвенционального виноделия. Кто решил идти по этому пути? Кто решил добавлять серу к культурной дрожи? Ребят, вот для вас ПАЖ-фактор имеет решающее значение. Нельзя сыпать серу. Ну, это неправильно. Потому что, так сказал там сосед по гаражу. Нет, вот серу как раз таки вносят. В зависимости от вот этого самого ПАЖ-фактора. Ну, там логично, да? Чему ниже, тем серы надо вносить меньше. Потому что сусло нуждается меньше в защите. То есть для вас это важно. Чем измеряем? Я думаю, что многие знают о том, что ПАЖ можно измерять такой специальной индикаторной бумажкой. Это мы знаем еще со школьных уроков химии. Ну, а напомню, нормы. Они у нас колеблятся в пределах одной единицы. Ну, да, приблизительно там от 2,7 до 3,7. От 3 до 4. Не важно, да? Мы не будем сейчас вдаваться в детали. Важно, что шаг измерения должен быть чувствительным. А бумажкой вы так сильно не измерите. Потому что там градация цвета на уровне восприятия нашего глаза. Особенно в сочетании с тем, что напечатано, при печати цвета тоже искажаются. Короче, ну, смысла особого нет. Можно купить вот такую штуку. Это электронный ПАЖ-метр. Ну, на самом деле, ПАЖ-метр бывают очень разные. Какой из них вам приобретать, вообще решайте сами. Сейчас мы немножечко еще поговорим, ну, а действительно ли это нужно. Особенно, если мы не используем серу. То есть, у меня вот такой. Ну, пока работает нормально. Хотя есть отзывы, что через некоторое время они начинают показывать всякую бороду. Посмотрим. Значит, в этом году вот я его применяла. Померила все свои сосла. И за одним исключением у меня все было в пределах 3,2-3,4. То есть, в принципе, ну, посмотрела, да, все нормально. И мне эта штука не особо нужна. С серой я не работаю. ПАЖ в пределах нормы. Ну, вот единственное, что у Макузани ПАЖ было 2,9. С учетом того, что он пошел в смесь, ну, вполне нормально. Да, и в принципе, ну, отставание от нормы. Ну, если мы берем там за норму Т3, то ничего страшно. Единственное исключение, у которого ПАЖ был высокий, 4 единицы, это был зигиреба. То есть, в принципе, он несколько, я бы сказала, перевисел. Но за счет больших дождей сахар размылся. И я понимаю, что вот с таким суслом, поскольку я серу не использую, мне надо работать очень аккуратно. Он бродит у меня в холодном помещении, в очень холодном помещении. Там порядка 6-7, иногда 8 градусов. Понимается температура, он бродит в этих условиях. Как бы все очень аккуратненько переливается, он пойдет потом в игристое. Поэтому тоже я сильно не волнуюсь. Ну, вот так. И сейчас мы с вами коснемся, конечно же, темы, так зачем нам вообще это измерять. Можем не измерять. Особенно, если мы не знаем, что дальше с этим делать. Кому нужно измерять это тем, кто использует серу? Ну, ради своего какого-то, скажем так, любопытства, да, чтобы знать и понимать, с каким сырьем мы работаем. И знать и понимать, как там будут протекать определенные процессы. Но без этой штуки и без измерения паш-фактора мы вполне можем жить, делать наши вина и ни о чем сильно не беспокоиться. Тем более, что, к сожалению, когда мы не вникаем полностью в процесс, в то, что значат эти цифры, как с ними правильно работать, да, мы можем наоборот натворить беды. И, там, кто-то считает, что, ой, у меня там слишком высоко, начинают сыпать все подряд. То, что прочитали в интернете, к сожалению, информации в интернете хорошей мало. Хорошая качественная информация может быть на специализированных форумах, раз. Второе, хорошая качественная информация будет в учебниках. Ну, либо в статьях научных журналов. Если это просто какие-то вот статьи, часто они переписаны копирайтерами, без понимания вообще процессов. Поэтому, если вы хотите уже действительно работать с такими тонкими моментами, то ищите правильную, качественную информацию. Перед тем, как бежать, досыпать там лимонные кислоты, еще чего-то, потому что вы решили, что ваше сусло, например, не совсем кислое, либо наоборот. Пару слов, если нам все-таки нужно что-то откорректировать. То есть, если у нас ПАЖ слишком высокий, то корректируется он теми кислотами, которые наиболее влияют на этот самый ПАЖ. На его уровень больше всего влияют винная кислота и лимонная. Но в виноделии для снижения ПАЖ-фактора применяется винная кислота. Какие пропорции, как ее добавлять, я с этим не работаю, не знаю. Есть специализированные магазины, я думаю, что там есть инструкции к применению этой самой винной кислоты. Там это все можно купить, поэтому там и смотрим. Значит, если ПАЖ слишком низкий, кстати, это наиболее частая проблема в наших северных регионах, что вино слишком кислое, наберите терпение, про вкусы будет чуть позже. В таком случае правильно, правильно это регулируется не ладой, а карбонатом кальция. Тоже в специализированных магазинах. Все это продается, с этим можно работать, но работать очень аккуратно, потому что можно из кислолатого сделать уже слишком пресное. Поэтому тоже с этим работаем аккуратно, внимательно читаем инструкции. И как в поговорке, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Поэтому несколько раз пересчитали, убедили, что ваши цифры правильные, после этого добавили. Ну, либо еще есть более простой вариант бытовой. Это работать, когда у вас есть что-то более кислое и более сладкое. Смешали вместе, они друг друга дополнили, вы получили нужный вам эффект. Ну, это самый простой вариант. Напомню, что вода не совсем правильно. Ну и по-хорошему, конечно, если мы даже используем воду, то в идеальном варианте надо было бы любой штукой такой немножечко все измерять и смотреть на то, как меняется показатель. Ну, именно доводить до этого показатели, а не просто добавить там энное количество литров. Опять же, потому что, так сказал вот тот, вот тот сосед по гаражу, или так написано в интернете. На заборе тоже написано. Ну, а мы с вами переходим к вкусовым ощущениям кислоты. И, конечно, всегда главное при тензе к винам, да, мы не знаем про тетруемые кислотности, мы не знаем про активную кислотность, про pH-факторы, про все вот эти вот заумные штуки, да. Мы знаем, что нам может быть кисло, ну, либо не очень кисло. Что влияет, какие показатели на вот эти вот вкусы. Вот если вы сейчас попробуете поискать в интернете, среди обычных интернетных статей, то вы найдете, что как раз-таки вот струемная кислотность в граммах на литр, как бы она влияет, да. Хотя можете найти и другие данные. И, на самом деле, разные авторы имеют разное мнение. То есть, кто-то считает, что действительно вот это вот молекулярное содержание кислот, то есть и тетруемая кислотность, она больше оказывает влияние на вкус. Кто-то считает, что все-таки водородный показатель оказывает больше влияние на вкус. Кто-то считает и по-другому. И вот здесь давайте разбираться чуть подробнее. Какие кислоты у нас вообще есть в вине? Первая кислота – это винная. Вторая кислота – это яблочная. Третья кислота – это лимонная. И четвертая кислота – это янтарная. Каждый из этих кислот может иметь свой специфический вкус. Так, например, лимонная кислота будет придавать вину такую приятную свежесть. А янтарная может иметь специфический горьковатый привкус. Но ее, как проломало, тоже не буду вдаваться в подробности, почему она образуется. Потому что все-все это очень сложно и сложить за одну минуту невозможно. А яблочная кислота, она придает такой вот зеленый резкий привкус. И вот целый комплекс этих кислот формирует кислый вкус вина. Не один какой-то показатель, а целый комплекс. И даже не только он. Но еще система гораздо больше. Буквально через минутку я об этом расскажу. Сейчас что хотелось бы отметить. Что кислота вину необходима. И необходима как воздух. Если мы кислоту убираем, ну это важнейший компонент вина, это, можно сказать, его основа. Если мы кислоту убираем, вино у нас становится просто не кокущим. И все остальные его структурные компоненты, но они тоже, как бы, пирамидка баланса вкуса, она разрушается. Поэтому кислота вину нужна обязательно. И вот сейчас то, о чем я обещала рассказать, на вот эти кислоты, которых и так комплекс, еще оказывает влияние содержание спирта, содержание сахара и соли. Сейчас чуть-чуть поясню. Вообще содержание спирта наиболее влияет. Чем вино более спиртозное, тем кислотность будет ощущаться меньше. Сахар. Он не убирает кислоту ни в коем случае. Он ее просто маскирует. И часто бывает, вот когда люди говорят, ой, у меня вот сухих вин, у меня вот там вот изжога, это вот мне плохо влияет на кислотность желудка. А от сладких мне все хорошо. Так в сладких кислоты может быть гораздо больше. Просто на вкус вы не ощущаете, потому что сахар маскирует. Кислота никуда не девается. И соль. Ну, соль в вино мы не добавляем. А вот если мы кушаем что-то соленое и запиваем кисловатеньким вином, то вино может оказаться по вкусу вплоть до сладкого. Но ее опробовано уже, скажем так, не только на семей, но и на нескольких подопытных, если не верьте, то попробуйте соленый сыр, соленые, там мяски всякие, с кисловатым вином вкус меняется кардинально. А также еще есть мнение, что соотношение винной кислоты и яблочной, ну вот оно дает ощущение этого вкуса. Кислого, либо не очень кислого. Когда соотношение винной к яблочной 3 и выше, тогда вкус становится более приятным. И вот эта кислота не так ощущается. Кстати, вот я вам говорила про спирт, что спирт влияет на ощущение кислоты недавно. Еще не прочитав эту информацию, я убедилась на собственном опыте. У меня была последняя партия светлого винограда, который, к сожалению, в этом году не совсем дозрел. Я его уже сняла такой, как есть. Да, уровень сахара там был низковат. Это уже экспериментов с баней, с нагреванием мне было некогда проводить. Сейчас мы еще тоже этой темой чуть-чуть коснемся. И поэтому я просто добавила сахар в нужной пропорции, постала бродить. Даже при наличии, вот изначально, ну, скажем так, достаточно большого количества сахара, да, сусло только поставили. Там общее количество было порядка 20%. И кислота ощущалась достаточно резко. Она была такая вот колюченькая. Буквально через пару дней бурное брожение. Казалось бы, да, то есть сахар съедается, кислота должна начинать выпирать. Нет? По моим ощущениям, кислоты стало ощущаться меньше. Конечно, дрожжи тоже расходуют несколько вот эту яблочную кислоту и уменьшают ее содержание. Кислоты такое агрессивно. Да? Ну и спирт начал подниматься. Вот все вместе сложилось в единый пазл. И мое ощущение кислоты стало гораздо меньше. Сейчас это вино уже практически выбродило. Там маленькие остаточные сахара, и оно не кислое. Да, оно кисловатое, но оно приятное. Эта кислота, она не жжет, не кусается. И еще такой маленький пример про кислоту. Тоже ученые проводили опыты. У винограда с высокой изначально тетруемой кислотностью, да, напомню, это содержание кислот в грамм на литр. В процессе брожения кислота уменьшалась. А у винограда с низкой тетруемой кислотностью, она в процессе брожения увеличивалась. То есть вино это своеобразный саморегулирующийся продукт, который вот уравновешивает свой баланс. И именно поэтому в некоторых случаях, да, если у нас есть хорошее сырье, вот часто, да, там, когда я рассказываю про какие-то процессы, многие люди очень любят написать, а как же вот жили там без приборов, без все, и делали там в Древней Греции, или как грузины делают. Когда мы работаем с хорошим сырьем, а при этом мы умеем определить качество этого сырья, да, растут они те же сорта винограда, детки там с пеленочек, все это пробуют, знают, у них все развито во вкусе, они это понимают, они наблюдают. Это очень важно. Наблюдение за тем, что происходит. Все, вот так хорошее ты сырье бери, а дальше природа сделает свое дело, и нам не надо будет вмешиваться. Многие, к сожалению, не умеют работать ни с сырьем, ни в дальнейшем. Ну, теперь пару слов, как же работать с этой самой кислотностью, как все это делать, как ее уменьшать. Первое, мы работаем с самим виноградом. Да, мы его правильно выращиваем, мы его нормируем, мы за ним ухаживаем, чтобы получить максимально хорошую, созревшую ягоду в правильной кондиции. Это хорошее сырье, основа в дальнейшем всего виноделия. Дальше. В этом году я рассказывала об этом приеме. Кому интересно, я оставлю ссылку, потому что там уже конкретно цифры, все это я показывала. У меня виноград некоторый не набрал нужное количество сахаров. И, конечно, кто-то сахар этот досыпает. Я пошла более сложным путем. Я виноград нагревала до определенных температур. И в таком случае вот эта вот особенно яблочная кислота, резкая, агрессивная, она сгорает в сахар. Я убила двух зайцев, я уменьшила кислоту раз, и я повысила сахар в два. Я рассказывала, да, я замеряла все свои сосла в этом году по каждому сорту. И у всех были просто замечательные, я бы сказала, эталонные показатели. Дальше. Что еще? Когда у нас вино бродит, в процессе количество той же яблочной кислоты, оно уменьшается. Я вам привела пример, когда моё уже сосло довольно кисленькое побродило, и мне оно стало казаться менее кислым. Часть яблочной кислоты расходуется дрожжами, а дальше нам на помощь приходят такие молочно-кислые бактерии, которые осуществляют яблочно-молочное брожение. Агрессивную кислоту они кушают и вырабатывают молочную кислоту, она будет более мягкая. То есть вот у нас уже идет снижение вот этой ощутимой кислотности. Далее. Часть винной кислоты потом уйдет в осадок и вместе с винным камень. При этом мы еще используем такой процесс, как реостабилизация, мы помогаем. То есть винный камень так или иначе выпадает, если только мы не стабилизируем вино специальными реагентами. Вопрос только в длительности процесса. Но мы часто, опять же, в наших северных регионах выносим вино в прохладное место, можно его держать при температурах до минус 4, и в это время выпадает винный камень. Винная кислота переходит в соль и впадает в осадок, мы его убираем. И, соответственно, в таком случае вот происходит у нас гармонизация этих кислот. И кислотность уменьшается. Вот все, что я вам рассказала, мы нигде там не налили воды. А кислотность уменьшилась. И пришла в нормальное состояние. Это вообще миф, что сухое вино кислое. То есть, если оно вам кислое, то думайте над процессом. И над самым первым этапом это над сырьем. То есть, либо у вас сорт не совсем подходящий, либо кондиция не совсем подходящий. Ну, либо что-то еще. Плюс сочетание вина с едой тоже очень важно и очень сильно может влиять на вкусовые ощущения. И напомню, что вино без кислоты это не вино, это будет бурда. Кислота вино нужна. Но если мы провели вот эти все там, не мешали вину, прошли все этапы брожения, у нас выпал винный камень, после этого нам вино еще кажется излишне кислым, хотя с выдержкой тоже содержание вот этих кислот оно будет несколько меняться и вино будет смягчаться. Но вот в тот момент, уже если вам совсем никак, можно применить карбонат кальция. И вот эту кислотность несколько уменьшить до приемлемого для вас уровня, до вкусного для вас. Но тоже с этим реагентом надо быть осторожным, потому что можно насыпать столько, что вино станет совсем безликим. Ну, как правило, в хороших магазинах к этому всему прилагаются инструкции, поэтому внимательные инструкции читаем, 7 раз отменяем и только потом сыпем. Ну, я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда, мои контакты, и, конечно же, другие полезные видео и в целом плейлист по домашнему винодели. И до новых встреч!